Так-так, ребят, ну что, Red Dead Redemption 2 подъехал. Сегодня мы поговорим о том, как реализовать хелсбар, похожий на тот, который присутствует в этой игре. То есть, небольшой круговой такой хелсбар, и при получении дамага жизни плавно уменьшается, при хиле жизни плавно увеличивается. Я сделал исключительно только один хелсбар, там, как вы знаете, их много, и выносливость, и прочее, и старвинг. Но все они работают по одному и тому же принципу. И какому принципу, и как это реализовать, мы сегодня и поговорим. Итак, мы открыли новый проект Unity, и давайте начнем. Первым делом нам нужно поговорить о том, из чего будут состоять наши элементы интерфейса, то есть наши японки. Давайте для удобства создадим папку, назовем ее Icons, и закинем сюда заранее подготовленные рисунки. Они в формате PNG. Я их быстренько накидал в три круга, вот, и сердечко. Просто нарисовал их в пейнте, для того, чтобы показать вам, как реализовывать, в общем-то, все это. Давайте сразу поставим их типа Point, все. Поскольку большего качества фильтрации нам и не нужно. Все, иконки наши подготовлены. Если вы вынесете их на экран проекта, с ними можно работать. Однако, учитывая то, что это интерфейс, элемент интерфейса, то нам нужно создать некое полотно, на котором все это будет отображаться. Давайте создадим пустышку. Точнее, мы создадим полотно. И в ней создадим GameObject, пустышку, которая будет включать за наш healthbar непосредственно в игре. Почему нужно создавать отдельные элементы, я думаю, вы понимаете, для того, чтобы не было путаницы. Вот. Все, что связано с нашим healthbar, будет покоиться, так сказать, в этом игровом объекте. Назовем его HPBar RDR2. И первое, что нам нужно сделать, это определить, какого размера примерно будет у нас все это располагаться на экране. Сделать привязку и прочие элементы. По работе с Canvas я особо рассказывать вам не буду. Если вы хотите, вы можете посмотреть, как это все делается. Размеры, привязки и прочее. В каком-то другом видео, возможно, оно будет у меня. Сама суть это то, как реализовать механику. это видео направлено непосредственно на этот фактор. Первый элемент, который мы создаем, это элемент фона. естественно, мы назовем его background. И это будет, скажем так, фоновый цвет. Поэтому power. И в нашем спрайте мы закидываем кружок. это, в общем-то, границы нашего health-бара. Далее, следующий момент. Нам нужно создать некую картинку фона, то есть, наше сердечко. То есть, чтобы человек понимал, что это у нас параметры, отвечающие за жизнь. Поэтому background.image называем нашу картинку. и сюда вставляем спрайтик сердечко. Для того, чтобы все правильно отображалось и когда вы меняете размер у вас scale, да, все было равномерно, привяжем наш фон и наше сердечко маской по периметру. Размер немного не совпадает. Давайте уменьшим. Вот так пойдет. Далее, создаем элемент, который будет непосредственно отвечать за собственно наше прибавление, убавление очков поинтов. Назовем его, ну, например, киркл-систем. В нем будет два объекта. Первый объект это максимальное наше количество хп, то есть health max. Параметр рисунок, соответственно, который будет соответствовать этому параметру, у нас будет серого цвета. При этом вы можете сами определить начало, конец, поворот вашего рисунка. Однако для того, чтобы сделать этот спрайт с возможностью редактирования, то есть чтобы у вас количество хп непосредственно соответствовало вот этому движению, вы должны выставить тип рисунка fill. Вот, но вы видите, что при уменьшении и увеличении параметра amount начальная точка находится внизу и против часовой стрелки идет уменьшение и увеличение. Меня это не совсем устраивает. Я бы хотел, чтобы у меня примерно где-то здесь было максимальное количество хп вот здесь было минимальное. Для того, чтобы это сделать, нам нужно повернуть немного нашу картинку. Учитывая то, что это двумерное пространство, то вращать мы будем по Z. Пока не обращайте внимания на то, что повернулось оно не в ту сторону. То есть, казалось бы, да, нам нужно здесь сделать, но повернулось оно сюда. Вы видите, да, что хеллс-поинт уменьшается все равно не пустая, но мне надо, чтобы здесь уменьшалось хеллс-поинт. Поэтому я просто возьму и поверну на 180 градусов по Y. По сути, зеркально отражу. Теперь вы видите, что все работает в общем-то так, как нужно. Теперь что касается параметров. Вы можете выставить любое значение круговое радиальное вашего количества хп, поскольку оно будет привязано непосредственно в процентном соотношении к числу fill amount. Вот у меня стоит 0,4. Вы можете сделать в любое расположение где угодно. У вас все равно так же, как и у меня пропорционально, неважно какое количество у вас. Чтобы вы понимали, выше, чем вот это значение и меньше, чем вот это значение количество хеллс-поинтов не изменится. То есть оно не выйдет зарану. Вот так меня устраивает. Давайте продублируем наш спрайт и этот спрайт будет отвечать за текущее значение. хеллс-поинтов мы сделаем его белым кругом. то есть кольцо будет белое. И аналогично при уменьшении хеллс-поинтов вы видите, что количество максимальное остается на экране, а количество минимальное, количество текущего хеллс-поинтов уменьшается и увеличивается. Хорошо? 0,4. Мы разобрались с тем, какие параметры нас устраивают. Мы себе где-то отметили и для того, чтобы не путаться мы возвращаем все в текущее значение. То есть по факту мы получаем вот такой вот рисунок. Казалось бы, почему так, почему не оставить текущее значение и с ним работать? Все дело в том, что за вот эту вот систему хеллс-поинтов нас будет отвечать отдельный менеджер. мы назовем его гей-менеджер и все процессы, которые будут протекать, будут протекать непосредственно в скрипте. И мы сразу в скрипте укажем те значения оптимальные скейл, которые нас устраивают. Ну что ж, поехали. Следующим шагом нам нужно написать скрипт, который будет делать за нас всю работу. Создадим папочку скрипт и сделаем C-Sharp скрипт, который назовем, ну допустим, health system. Открываем. Перед нами скрипт. Сейчас будем немного программировать. Первое, что нам нужно, учитывая то, что все переменные и все вся работа с визуалом у Unity находится в отдельной библиотеке. Давайте сразу ее подключим. Библиотека Unity Engine вкладочка UI. Эта вкладка отвечает за работу с графическими элементами интерфейса. Первое, что нам нужно сделать, это создать две переменных, которые будут у нас в которых будет храниться скажем так префабы и с которыми будем работать, обращаться непосредственно к элементам health max и health cure к элементам fill и mount. То есть они у нас будут работать и показывать у нас, визуализировать текущее и максимальное значение health point. создаем две публичных переменных типа image и первый у нас будет называться image max hp и второй будет называться image cure hp прошу заметить это не реальное цифровое значение а лишь картинка отображающая реальное значение поэтому нам нужно ввести также две переменных можно уже сделать приватными типа int которые будут отвечать у нас за цифровое непосредственное значение health point назовем player max hp и аналогично player current hp то есть текущее значение советую сразу вам все это дело подписывать чтобы вы примерно понимали с чем вы работаете потому что файл будет обрастать много строк кода и вы будете теряться какая перемена за что отвечает какие параметры ей соответствуют и прочее соответственно максимальное количество хп у нас может быть ну естественно от нуля до какого-то непонятной цифры вы сами для себя решаете в игре какое значение минимальное максимальное точнее минимальное это понятно это ноль а вот текущее значение может быть от нуля да ну либо же от минимального которого вы зададите до непосредственно максимального количества хп это мы будем учитывать при наших расчетах и последняя переменная которая нам понадобится это переменная про которую мы обсуждали которая будет отвечать у нас за непосредственно статичный параметр fill amount мы сейчас ее объявим также приватная переменная уже типа float то есть с полочей запятой назовем ее max hp amount и параметр который мы хотели внести который нас устраивает 0.4 опять же мы должны понимать что параметр 0.4 это та граница то есть от 0 с которой мы будем работать процентом соотношении когда мы будем переводить реальное количество хп ну давайте сразу введем пусть это будут стандартные цифры пусть у нас на старте при запуске нашей игры максимальное значение будет 100 а вот текущее ну пусть будет допустим 80 оно удовлетворяет условиям то есть оно меньше максимального соответственно подходит нам однако когда мы будем получать урон или хилиться нам нужно перевести вот эту вот циферку да в то есть параметр который имеет границы от 0 до 0 4 для того чтобы это сделать нам нужно определить какой процент от получаемого или отнимаемого урона или хила будем мы прибавлять к непосредственно параметру ну сделать это проще всего путем вычитания высчитывания процентов что это значит 1% 1% нашего значения amount равен 0 0 4 это значит что когда мы будем визуализировать тот дамаг или тот хил который мы получили вот это вот значение каждый процент вот этого значения 1% будет соответствовать 1% вот этого значения так для расчета в принципе это все ну что начнем кодить в методе start сразу же определим параметр fill amount то есть наш image max hp fill amount представим его параметр max hp fill amount то есть вот этого значения и соответственно image pure hp fill amount аналогично max hp amount ну что теперь вернемся в проект у нас есть пустышка game object game manager и для того чтобы наш скрипт исполнялся нам нужно закинуть его непосредственно в инспектор нашего объекта тогда скрипт начнет выполняться далее нам нужно определить переменные мы могли бы их найти через поиск сделать программным путем но можно на самом деле просто присвоить переменным реальные объекты и теперь ходит на Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok это случилось нам нужно запустить такой event on click выбрать в нем наш скрипт health system и выбрать метод damage и сюда можно так как мы перегрузили этот метод значением типа int мы можем ввести любое значение целочисленное да ну пусть будет 10 единиц сейчас сохраним проект при запуске игры давайте немножко выделим и увеличим просто чтобы визуально это все было на видео понятней вот здесь вот в нижней части экрана будет отображаться то какое количество хп на данный момент сейчас видите сотни ну вернее не сотня 80 при нажатии на кнопочку damage вы видите что в консоли появилось значение 70 при повторном нажатии будет 60 еще при повторном нажатии 50 и так дальше и она пойдет в минус нас это не совсем устраивает но мы только в начале пути далее дабак можно убрать у нас все работает теперь нам нужно создать условие при котором наше значение хп изменялась бы при определенных параметрах что это значит давайте сделаем условие что если количество наших хп меньше нуля то тогда вызывается какой-то метод и пишется там сообщение да что вы умерли и все и программа прекращает работу напишем этот метод д и при вызове его в дебаг будет идти надпись your day умерли проверять мы пока это не будем потому что ну особо никаких изменений нету просто условия да если меньше 0 то вызывать я думаю что мы проверим это дальше важно о чем нужно сейчас поговорить это то что функция это будет выполняться но визуально по-прежнему ничего не происходит давайте наконец-то добавим уже изменения в рисунка чтобы изменения были на экране и так и матчкур хп филом аут по-прежнему работаем с этим значением что мы должны сделать мы должны раз получили урон а 5 от него текущее наше значение и мам то есть то сколько урона мы получили казалось бы на однако мы до этого с вами решили что мы не можем просто так брать и переводить значение и по флот которая да тем более у нас даже не от 0 до единицы от 0 до 4 то есть вот наши границы а вот границы реального значения поэтому для того чтобы перевести одно другое мы должны наше значение 004 умножить на amount то есть перевести процентное соотношение так чтобы все отображалась максимально правильно ну и естественно это условие если хорошо давайте проверим как это все работает запускаем игру нажимаем на damage и видим что все верно при нажатии на клавишу у нас визуально отнимаются наши хп и при достижении какой-то непонятной цифры они останавливаются и пишется значение юдай все это связано с тем что мы абсолютно никак не связали наши параметры то есть визуально когда мы объявляли на наши переменные мы присвоили и current хп и макс хп в одно и то же значение то есть визуально она не отобразилась поэтому для того чтобы правильно все отобразить нам нужно записать сюда не параметр макс хп и маунт до который у нас здесь есть а значение player макс хп умноженное на параметр макс хп при этом сам параметр процентном соотношении нам не подходит нам нужно умножить именно на 0 0 4 и соответственно тут player current хп умножить на 0 0 4 теперь при старте какое бы значение стартовая у вас не стояло визуально это всегда сразу же будет видно то есть при загрузке до игры в сохранении будет указано что какое-то количество хп максимальное какое-то текущие и вот сразу при старте значение считывается и уже при получении урона у нас все происходит правильно и при меньше 0 пишется что вы погибли хорошо скажете вы но как же сделать это плавно то есть как сделать так чтобы наши хп отнимались не да не за одну секунду а вот как-то плавненько и не столь стремительно для этого ребят нам нужно ввести сопрограмму то есть сопроцесс который будет выполняться параллельно после завершения метод вы понимаете да когда вызывается метод дэмэдж он произошел да так сказать один раз все событие случилось и на этом все сопрограмма поможет нам выполнить это событие с небольшой задержкой ну какой задержкой выйти там сами себе подберете да насколько быстро у вас будет отниматься либо моментально либо очень медленно то зависит уже от ваших вкусов и так нам нужно создать рутину 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 и номератор и давать его назовем дэмэдж каратюна дэмэдж каратюн и уже в ней в этой картине у нас будет происходить процесс постепенного уменьшения количества наших успехов конечно же для того чтобы это наша каратюна выполнилась нам нужно ее запустить старт каратюн и запускаем нашу каратюна дэмэдж да вы видите сейчас ошибка все это потому что каратюна обязательно должна возвращать какое-то значение но перед тем как перейти непосредственно к разбору работы каратюны давайте определимся какие параметры и что именно нам нужно передать ну конечно же нам нужно передать параметр amount то есть мы должны внутри каратюны работать с цифрой реального нанесенного урона но также нам нужно передать некую переменную вар в этой переменной будет храниться финальное значение то есть мы должны сразу определить финальное значение которые к которому будет стремиться это каратюна то есть при выполнении сопроцесса хп будет уменьшаться на параметр amount до параметра нашей переменной вар переменная вар объявим ее прям здесь потому что используйте им будем исключительно в этом методе дэмэдж типа флот и это переменная будет себе иметь параметр и мэдж кур хп филомаунт от которого отняли значение и маун ну естественно как вы уже понимаете в процентном соотношении все теперь посмотрим крутим и объявляем переменную end и малом значения и вот вар до какого значения далее запускаем цикл цикл вайл то есть пока выполняется некое условие пока выполняется некое условие неправильно пусть будут точки вот пока выполняется какое-то условие цикл работает какое условие должно выполняться условие выполняться должно только одно если и матч рхп маунт на данный момент не равно а в нашем случае нанесения урона больше либо равно значению вар когда значение филомаунт будет больше либо равно вар то есть пока у нас идет уменьшение количества хп то картюна будет выполняться как только условие перестанет быть true да то картюна сразу же завершить свое выполнение ну и естественно картюна должна возвращать значение имиджку пола маунт давайте отсюда его возьмем от которого будет отниматься наше так две буквы полную на лишних вот теперь все небольшой казалось бы код однако он рабочий давайте перейдем в юните проверим что у нас все в порядке что все работает нет ни в порядке не работает почему потому что вот этот вот этот вот параметр не привязан никак ко времени то есть юните выполняет коротюну в каждый кадр но нам нужно сделать плавность движения и непосредственно плавность движения можно реализовать довольно простым способом умножить его на наш ну как бы грубо говоря фпс на значение дельта тайм значение дельта тайм является параметром то есть непосредственно цифрой вот типа и она просто показывает сколько времени прошло между кадрами и соответственно умножая наше значение на которое мы получили дробное на значение времени пока прошедшие между кадрами мы получаем ту самую плавность движения то есть каждый кадр не постепенно выполняется выполняется наша коротюна запускаем и смотрим видите все пошло вы скажете ну слишком быстро или слишком медленно для того чтобы ну допустим замедлить выполнение коротюну давайте придумаем некую переменную 2f который будет отвечать за секундное значение то есть увеличим время дамаг будет наноситься гораздо дольше давайте уменьшим значение умножим на 0.2 и посмотрим какое будет значение теперь скорость уменьшения видите насколько замедлилось ну визуально может быть не видно но на самом деле столбик уменьшается постепенно то есть вы понимаете да вы можете параметр time delta time умножить еще на какое-то свое время за которое вы хотите чтобы происходил процесс меня устраивает и то значение которое есть сейчас это все что касается нанесения урона давайте теперь создадим метод получения да хила собственно говоря ребят все абсолютно то же самое только значение мы будем не уметь не отбавлять а прибавлять да к текущему нашему значению current хп мы прибавляем значение amount условие если текущее значение player current хп больше чем значение player max хп то тогда мы просто приравниваем то есть player current хп у нас присваивается player max хп то есть при превышении порога сколько бы вы не хилились больше чем максимальное значение хп у вас не будет теперь условие выполнения то есть наша крутюна давайте назовем ее по-другому чтоб не было ошибки хил крутюн а 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 что нам нужно ну естественно в нашу переменную вар мы должны прибавить значение м которое необходимо и маунт значение у нас тоже единственное условие которое следует выполнить это если количество реальных хэлспойнтов меньше чем количество которое мы стремимся то тогда и выполняется наша картина сохраняемся переходим в юнити не забываем для кнопочки хэлс выполнить метод он клик ну и давайте пусть тоже на 10 единиц или нет давайте пусть хил будет на 20 единиц сохраняем и запускаем если нет никаких синтаксических ошибок все должно работать вот мы получили урон наши хп уменьшились вот мы захилились и наши хп увеличились до максимума ребят на видео с превью был немного другой фон его я менять не буду это не нужно я надеюсь что видео было очень полезным на этом все всем ребят спасибо подписывайтесь на канал ставьте лайки классика пока пока